Медицина моногородов. Новый облик больницы. Новый принцип работы с посетителями. Проверка знаний. Аккредитационный центр Оренбургского медуниверситета приступил к работе. Здравствуйте. Это медицинские новости. Программа о наиболее важных событиях, которые происходят в областном здравоохранении. Детская поликлиника Кувандыкской городской больницы с 2018 года работает по-новому. Медучреждения провели ремонт, что позволило изменить весь процесс приема посетителей. С 2004 года детское поликлиническое отделение Кувандыкской городской больницы располагается в отдельном здании, где раньше находилась молочная кухня. Все помещения были полностью реконструированы в соответствии с требованиями к детским медучреждениям. Сегодня здесь обслуживают почти 9 тысяч маленьких кувандычан. Работает 7 педиатрических участков. Имеются все необходимые узкие специалисты. В начале 2018 года на первом этаже поликлиники произошли большие преобразования. Была полностью перестроена регистратура. Изменился ее внешний облик и сам принцип работы. Она стала открытой для посетителей, а запись на прием теперь ведется с помощью терминала, телефона, по интернету. У нас сократились очереди в детской поликлинике в связи с тем, что мы принимаем по записи детей. Стало комфортнее у нас находиться здесь с пациентом. Мы оборудовали уголок, наверху детское место, где можно детям спокойно находиться в поликлинике. Удобно было родителям. Игровую зону разместили на втором этаже. Малыши здесь с удовольствием рисуют, общаются друг с другом. Везде установлены указатели. На стенах и полезная информация для родителей, и красочные сценки знакомых каждому ребенку любимых мультфильмов. Детям стало очень интересно находиться здесь. Когда мы приходим, нас встречает всегда вежливый персонал, всегда рады помочь. То есть нету, как раньше, ни очередей. Находиться в поликлинике стало намного лучше, детям приятно. Могут отвлечься, посмотреть на стену. Вот в данном случае я уже не знала, как успокоить ребенка. Мы рассматриваем «Русалочку», мультик знаменитый на стене. Поэтому нам все очень нравится. Изменения в Квандыкской детской поликлинике произошли в том числе благодаря средствам, полученным в рамках федеральной программы по развитию моногородов. Однако преобразования еще не закончены. У руководства больницы есть планы по благоустройству медучреждения. Мы решили сделать еще входную группу. Это пристрой к детской поликлинике, для того, чтобы он был расширенным, он был комфортным для наших мам с детишками. У нас сейчас ведется определенная работа. Это подготовка к торгам. Мы думаем, что будет совсем хорошо и красиво для наших детей. Также в детской поликлинике будут установлены автоматические двери, оборудованы санитарные комнаты для инвалидов и обновлены пандусы. В ближайшем будущем планируется сделать и поликлинику для взрослых более комфортной и удобной. О развитии медицины моногородов речь шла и на брифинге министра здравоохранения Оренбургской области Галины Зольниковой. Сегодня это один из важных федеральных проектов, к которому активно подключился и наш регион. В Оренбургской области семь моногородов, в каждом из которых имеются достаточно крупные медицинские организации. Сегодня поставлена задача провести качественные преобразования в этих больницах и прежде всего в учреждениях амбулаторного звена. Все поликлиники моногородов на собственные предпринимательские средства, частично на средства ОМС. То, что позволялось нам на текущий ремонт, проводили ремонт вестибюлей поликлиник. Для того, чтобы сделать открытую регистратуру, мы уходим от системы унизительных окошечек, куда пациент должен обращаться, открываем регистратуры, кроме этого делается навигация, доступная, чтобы пациенту было видно, где какой кабинет находится, как можно беспрепятственно попасть к специалисту. И еще одна из составляющих – это пандусы со всеми нормативными требованиями, чтобы пациент не мобильный или с ограниченными возможностями мог беспрепятственно попасть в поликлинику. На ремонт регистратур семи поликлиник в моногородах были направлены средства фонда ОМС, самих лечебных учреждений, местных бюджетов, а также инвесторов. Общая сумма затрат составила около 8 миллионов рублей. За основу были взяты современные дизайн-проекты. Учитывалось мнение и пациентов. Мы не сделали проект ради проекта. Мы его просто протестировали на инвалидах. Я попросил несколько человек просто приехать. Мы с ними связались, они приехали, они на колясках проехали, поднялись, сказали где, что, как, какие-то корректировки внесли и, в общем-то, мы все полностью резали. То есть среда стала действительно доступной. Мы с помощью спонсорских средств установили систему электронная очередь. То есть это система, которая работает во многих банках, вы знаете. Мы перенимали опыт у нашего онкологического диспансера, где эта система работает в больнице имени Пирогова, то же самое. И такая же система работает у нас. Эта система позволяет минимизировать время ожидания. В поликлинике Солилецкой горбольницы за счет перепланировки помещения увеличили площадь холла, установили мягкие диваны, а вместо стойки теперь в регистратуре удобные столы и стулья, что позволяет пациентам и сотрудникам общаться сидя. Доступность регистратуры мы решили приближением регистратора к пациенту, с тем, чтобы как можно меньше было препонов и как бы меньше оборудования какое-то стояло между пациентом и регистратором. Ориентироваться в здании помогает дежурный администратор. Здесь же терминал для записи к специалистам. На прием к врачу пациенты приходят ко времени, а потому очередей не бывает. Земля и небо. Я не ходила долго-долго в поликлиниках, ну и не болезненный человек. А вот эти годы, года два начала ходить, она еще перестраивалась. И думаю, да зачем они перестраивают нам так уж? Ну как теперь приходишь, вот вы понимаете, нас просто как бы здесь ждут. Сейчас вот, пожалуйста, сижу, жду, знаю, когда мне надо идти, поднимусь. Нет, просто прекрасно и спасибо вот тот, кто это запланировал. Все преобразования в поликлиниках направлены на более комфортное и удобное пребывание пациентов любого возраста и с любыми ограничениями в здоровье. В Оренбургском медицинском университете состоялось открытие аккредитационного центра, где на специальных тренажерах будущие врачи постигают основы профессии. Теперь, прежде чем получить диплом специалиста, каждому выпускнику медвуза необходимо продемонстрировать свои практические навыки перед компетентной комиссией. Новый аккредитационный центр Оренбургского медуниверситета разместили в одном из корпусов ВУЗа. По сути, это многопрофильная клиника, только вместо настоящих пациентов – манекены, на которых студенты учатся оказывать медицинскую помощь. Диагноз – острый коронный синдром. Дыхания нет, сознания нет. Приступаю к сердечно-лёгочной реанимации. Вызыв принят? Вызыв принят. Раз, два, три. 46 станций. И на каждой определенная задача – сделать инъекцию, оценить состояние сердца и лёгких и даже принять роды. На таких тренажёрах работать несложно, так как аккредитационный центр у нас полностью обеспечен. Студенты всех факультетов ВУЗа – лечебного, педиатрического, медико-профилактического, а также будущие стоматологи и фармацевты, в зависимости от своего профиля, отрабатывают практические навыки в условиях, максимально приближенных к настоящей больнице. Здесь есть возможность попробовать себя, например, в роли хирурга и выполнить операцию с помощью эндоскопической техники. Для начинающих эндохирургов это очень здорово. Это вот самое простейшее у каждого. Можно ещё учиться выполнять лапароскопическую аппендоктомию на нём, накладывать эндохирургический шов. Практические навыки студенты сдают в специальных кабинках. Возможности подсказок исключены. Знания оценивают независимые эксперты не только из Оренбургской области, но и других регионов страны. Здесь привлекается профессионально-общественное медицинское сообщество, которое, собственно, по сути дела, без участия университета будет оценивать, как мы подготовили наших учеников, как они умеют оказывать медицинскую помощь. И здесь созданы все условия. Аккредитационный центр открыт не только для будущих медиков, но и для работающих специалистов, чтобы у них была возможность постоянно повышать свою квалификацию. Здесь вообще все врачи области могут приезжать и тренироваться. Многое ведь забывается, если в практике это не применяется. Здесь очень есть хорошие экспонаты, которые позволяют слышать шумы сердца, поставить диагноз своевременный пороков сердечных. Здесь есть тренажеры, на которых можно тренироваться реанимации, транспортировки и мобилизации конечностей при травме. Это, конечно, революция. В планах сотрудников аккредитационного центра открыть и для людей, не имеющих отношения к медицине, курсы оказания первой помощи, обучать навыкам, которые могут спасти чью-то жизнь. На сегодня это все. О других новостях областного здравоохранения на телеканале «Россия-24» смотрите 14 июля в 10 часов 20 минут. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова